Девушки отдыхают 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 формируя себе на подкорке образ их мыслей, порядков и поведения, осознает ли наш юноша, что наркотики – это не то, что ему нужно. Если и осознает, то в первые три месяца от ситки, весь срок далее, он тотально и почти безвозвратно перепрошивается в преступника. Но самое интересное начинается далее. Обустройство в обществе после выхода из тюрьмы. Для той самой основной массы, которую я упоминал в самом начале, вы все равно являетесь наркоманом, только теперь еще и судимым. О карьерном росте в какой-либо крупной государственной фирме или организации можно забыть сразу. Система продумала все до мелочей. Максимум – это какая-то подсобная работа. Но и это еще не все. Выйдя из тюрьмы, готовьтесь к получению 8-10 лет надзора. Объясняю. На протяжении 8 лет к вам в любой момент дня и ночи могут нагрянуть домой люди из надзорных органов. Какой девушке понравится, что к ее супругу прямо посреди ночи могут заявиться в гости какие-то люди? Дискомфорт при создании собственной ячейки общества вам явно обеспечен. А вишенкой на этом торте является запрет на посещение публичных мест после 22.00. И сидишь ты такой молодой, дома, один, отработав смену грузчиком, размышляешь. Ну что за мысли протекают в голове человека, буквально выбитого с ноги и социума? О том, как плохо он поступил и лучше так делать не надо? Нет. В основном это злость на весь мир, отчаяние и страх перед завтрашним днем. Итого мы имеем совокупность гнетущих факторов, которые без того подорванного морально человека толкают снова в объятия наркотиков и криминала. Так вот ответьте, этого ли мы хотим для нашей молодежи? А теперь представим другую ситуацию. Наш молодой гражданин побаловался веществами годик-два, влюбился в хорошую девушку, которая приобщила его к спорту и балету. Наш гражданин полностью отказался от употребления веществ, бросил общество от друзей-наркоманов, закончил вуз, стал специалистом и построил семью. Из наркотиков в его жизни осталось лишь шампанское по праздникам и кофе с сиропом по утрам. И как ни странно, именно это и происходит с большинством моих клиентов. Они просто в какой-то момент осознают, что им больше не нужны вещества. Однако первый описанный нами случай – это судьба тех 0,16% людей, и кому не повезло столкнуться с Фемидой. 80 тысяч человек в год. Каждая 625-я закладка заканчивается трагедией для какой-то семьи. Вместо защиты общества наше государство его разрушает, воспитывая преступников на конвейере и разносит в клочья экономику. Почему это разрушает экономику, спросите вы? Позвольте я немного объясню. Если продолжать разговор о цифрах и очень грубо считать, то средний молодой человек принесет экономике страны от 1 миллиона долларов и выше за 20 лет своей активной жизни. Итого, при посадках 80 тысяч молодых людей в год, при средних сроках наказания в 5 лет, мы имеем 20 миллиардов долларов прямого ущерба в год. Заметьте, это без учета затрат на содержание заключенных. Кому интересно, смогут ознакомиться с методикой данного расчета в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Но на отсидке ущерб не заканчивается. После выхода из тюрьмы из-за плохого бэкграунда экономические возможности молодого человека режутся минимум вдвое. Это еще 40 миллиардов долларов в год прямого ущерба экономики. Итого 60 миллиардов долларов в год. Запомните эту цифру. Еще и косвенный ущерб – это развращение нашей правоохранительной системы. Средние взятки сейчас составляют 100 тысяч рублей за закладчика и 40 тысяч рублей за потребителя. Каждый эпизод поимки потребителя или закладчика – это внутренний конфликт в душе сотрудника. Конфликт человечности и служебного долга. Подумайте, какая это нагрузка на психику отправлять 20-летнего паренька на зону к маньякам на 5 лет и более. Но закон обязывает делать именно это. Стоит ли нам после этого удивляться алкоголизму среди сотрудников правоохранительных органов? Напоминаю, что алкоголь – это тяжелый легальный наркотик, на который очень плотно подсаживаются сотрудники силовых ведомств. Наркомания в данном случае провоцирует компенсаторную наркоманию. Уже в тех эшелонах власти, которые должны с этой проблемой бороться. Проблема алкоголизма наносит экономике России ущерб, оценимый в 5% ВВП. Это колоссальные цифры. Но на этом проблема не заканчивается. Мы таким образом создаем тренд на концентрацию скрытых садистов и людей без принципов в органах правопорядка. Стоит ли удивляться после этого пыткам в СИЗО и при задержаниях? Я думаю, ответ очевиден. Мы сами своими руками построили такую систему и сами ей теперь не доверяем. Это нонсенс для развитой страны, когда обычный человек боится полицейского больше, чем преступника. Я говорю про РФ, но мои выводы распространяются и на все страны СНГ в большей или меньшей степени. Что делать, Мариарти, спросите вы? Неужели стоит легализовывать наркотики? Мой ответ нет. Ни в коем случае нельзя вводить легализацию резко. После легализации веществ народ побежит их неконтролируемо употреблять. Свобода – это тяжелое испытание для общества. Особенно если общество к этой свободе не готово. Эту тенденцию к массовому потреблению мы видим во всех странах, которые практикуют легалайз. Можно посмотреть историю употребления мефедрона, когда он был еще легален. И ужаснуться, насколько опасным может быть невежество. Людям нужен культурный сдерживающий фактор. И с этим пока кое-как справляется закон. Пока не будет другого сдерживающего фактора, легализация может принести больше вреда, чем польза. О легализации мы поговорим отдельно, в будущих роликах. Но вся ирония ситуации заключается в том, что наркотики сейчас в России уже по сути легальны. Как я сказал выше, эффективность правоохранительной системы составляет 0,16%. Это одна шестая доля процента. В сутки в России совершается 130 тысяч покупок закладок в Даркнете и Телеграме. Только вдумайтесь в эти цифры. Это почти 4 миллиона покупок в месяц. 48 миллионов покупок в год. А за каждой такой покупкой стоит соответствующая тяжелая статья УК РФ. Если же наркотики уже де-факто легальны и широко доступны, может быть, стоит использовать стремление молодых веселиться и потреблять вещества на пользу государству. Ведь мы можем легализовать наркотики в каком-то отдельно взятом регионе. И туда хлынет поток туристов. Не только со всех уголков нашей страны, но и с соседних стран. Тут очень важно трезво понимать, какие наркотики опасны, а какие нет. Разрешать опиаты или альфу, очевидно, не следует. Локальная легализация – это очень мощный инструмент развития регионов и управления миграцией. И мы этот рычаг не используем от слова совсем. Но Мариарти, если легализовывать нельзя, может, стоит наоборот, ужесточать наказание? Да, я часто слышу такую милую идеалистическую позицию. Эх, если бы вас, торговцев, смертью не было, вот бы вы все сдохли, тогда бы не было наркоманов. Запомните, мои друзья, любая позиция, которая начинается с «если бы», это в своей сути фантазия. А фантазируя, проблему не решить. Для решения проблем нужны осмысленные действия в реальном мире. Реальность такова, что наркотики уже есть. Они повсеместно с нами. Они сейчас доступны, как никогда. Война с ними уже проиграна. И ни в одной стране мира нет предпосылок, чтобы ситуация развивалась как-то иначе. Любой запрет поднимает лишь конечную стоимость вещества. Даже смертная казнь не останавливает наркоторговлю. Давайте представим, что эффективность полиции возрастет в шесть раз. В таком случае посадкой будет заканчиваться один процент продаж закладкой. Через тюрьмы пройдет уже полмиллиона молодых людей в год. Ущерб от такой эффективности составит уже не 60 миллиардов, а целых 360 миллиардов долларов. Что составит 8% от ВВП страны. Складываем 8% ущерба от борьбы с наркоманией. И 5% прямого ущерба от алкоголизма. И вот вам. 13% нереализованного потенциального роста ВВП в год. Это показатели китайского экономического чуда, между прочим. Понимаете теперь, в какой сложной ситуации находится государство? В шахматной партии это называется цукцванг. Любое действие только усугубляет положение. Борешься с наркотиками плохо. Не борешься тоже плохо. Какое решение этой проблемы вижу я. Первое, что должен сделать руководитель любой страны, выделить основные негативные последствия регулируемой отрасли. В нашем случае это смерть от передозировок. Молодежь в тюрьмах. Зависимые люди. Кража активного времени населения. Последний пункт давно никого не пугает. Ведь воруют наше время не только наркотики, но также телевизор, ютюб, соцсети. Неадекватная образовательная программа в школах и вузах. Смерть от передозировок. Данное явление нивелируется тремя важными направлениями деятельности. Первое. Культурно-разъяснительная работа с населением. Людям нужно объяснить, какие вещества употреблять стоят, какие точно не стоят, какие можно только для эксперимента. Самое главное – объяснить людям, почему. Общаться нужно на языке, понятном для молодежи. Озвучивать информацию должен персонаж, который для молодежи является авторитетом. Занудные пенсионеры в телевизоре не являются авторитетами ни для кого, кроме бабушек и то с натяжкой. Чиновники должны это наконец понять. Второе. Сеть скорой помощи, специализирующаяся на передозировках. Самое главное в этом вопросе – время. Ведь почти любого человека с передозом можно спасти, если вовремя оказать квалифицированную помощь. Для нас это самое приоритетное направление. Ведь мертвому, молодому человеку уже не помочь. А значит, все остальные наши инициативы не имеют никакого смысла. Третье. Смерть от синтетических наркотиков связана с двумя вещами – прямой передозировкой и отравлением примесями. По этой причине крайне важно сделать все наркотики на рынке идеально чистыми, а кустарную токсичную дрянь искоренить. Этот пункт легко сделать, если ты монополист. В нашем же случае задача на порядок труднее. Впрочем, мы знаем, как заставить другие площадки повторять за нами. Вы уже могли быть этому свидетелями. Мы планируем в рамках двух лет избавиться от грязного мефедронной соли на рынке на всех площадках. Не только на нашей. Молодежь в тюрьмах – это вторая по значимости проблема наркомании. В наркотики люди идут по разным причинам, но большую часть из них объединяет одно – молодой возраст. А молодые люди – как пластилин. При грамотном подходе их можно вернуть в социальное русло и сделать куда более эффективными и полезными для всего государства. Для этого необходимо желание индивида в первую очередь, а также помощь со стороны государства. Сейчас государство убивает весь потенциал оступившегося молодого человека. Но как оно может помогать? Во-первых, разрешить электронную технику в исправительных колониях. Она и так там у всех есть. У кого телефоны, у кого даже ноутбук с интернетом. Второе. Дать возможность сидельцам работать удаленно. Сейчас они выступают подпольными колл-центрами, обманывают людей. Но если им дадут возможность легально работать, при должном надзоре они будут это делать. Начиная с бота-ферм, заканчивая продвижением в поисковиках, арбитражом, трафика, блогингом, программированием. Третье. Развернуть на базе ВСИН систему подготовки инженерных кадров, аналог ПТУ, а также школ по обучению программированию для стимулирования, освоения необходимых государству, навыков. Регламентировать амнистию за защиту диплома по выбранной специальности и подписанию контракта с работодателем. В первую очередь я бы рекомендовал государству давать амнистию за освоение языка программирования L76, необходимого для написания софта под отечественную архитектуру процессора Эльбрус. Существует множество онлайн-школ, которые при должной мотивации дают достаточный для ведения трудовой деятельности набор знаний и навыков. Гик Брэйнс, Скиллбокс, Скиллфэктори, Нитология и множество других компаний с радостью подпишут контракт с государством для реализации подобной инициативы. Люди идут работать в наркотике в основном из-за денег, но люди заблуждаются. Ведь деньги в наркотиках хоть и есть, но они не такие уж и космические. Айти и фарма приносят на порядок больше. Государство может очень легко выдать удочку людям за то время, что они проводят за решеткой. На это требуется только политическая воля. Четвертое. Расширение применения наказаний штрафом по наркотическим статьям. Кладмены и так платят регулярный коррупционный налог полицейским. Вместо этого они могут платить большие штрафы в бюджет. Некоторые после этого одумаются и к наркотикам более не притронутся. Зависимость людей. Решение простое, но задача самая тяжелая в реализации. Это строительство эффективных реабилитационных центров. Реабилитационный центр должен на языке молодого человека объяснить ему, почему наркотики – это не то, что ему нужно в жизни. Эффективный реабилитационный центр должен дать хобби зависимому человеку, дать смысл в его жизни, научить его радоваться жизни без вещества. Это сложнейшая задача, на решение которой нужно бросить лучшие умы нашего государства. Я научу. Покажу, как это должно быть реализовано на практике. А вы, дорогие зрители, при желании сможете присоединиться и помочь. Также немаловажным решением будет выведение на рынок препаратов для заместительной терапии. Для стимуляторов это ладостен, который, к моему глубокому удивлению, был снят с производства. А также модофенил, который в нашей стране запрещен. Сиднокарп — отечественный стимулятор, который вызывает меньшую зависимость, чем амфетамин, и может быть использован как препарат первой линии для замещения амфетамина, альфы, мефа и кокаина. По какой-то таинственной причине достать его почти невозможно. А есть модофенил, препарат, который вообще не вызывает зависимости. Но он в запрещенных списках на уровне с амфетамином. Почему так происходит? Неужели государству нужны наркоманы и сидельцы? Вопрос риторический. Это так. Итоги. Бесчисленные исследования на крысах и даже на людях однозначно подсказывают нам, что главная причина наркомании — это унылая и сероокружающая обстановка, давящая тоска и отсутствие вкуса к жизни. Вот основные причины столь большого количества наркоманов в России. Пустота внутри, которую все млекопитающие стремятся заполнить синтетической радостью. Если мы хотим победить эту чуму, мы должны научиться заполнять эту пустоту в душах людей. Дать им смысл жизни уже сейчас, а не в палате реабилитационного центра. У людей, помимо их личных стремлений, должна быть и общая коллективная цель, к которой они всегда смогли бы обратиться в минуты отчаяния и кризиса. Именно эта коллективная цель и должна стать основой национальной идеи России. Посмотрите на наши города. Эта серая, уродливая и бездушная безысходность даже самого здорового и инициативного человека рано или поздно заставит спрятать свою голову и сердце в стакан водки. А там, где водка, там непременно будут и другие наркотики. В таких городах так просто ненавидеть свою страну и свою собственную жизнь. С этой серостью просто жизненно необходимо бороться. Но как бороться, если мы утратили нашу школу урбанистики и почти полностью утратили архитектуру? Как нам давать людям смыслы, если самых талантливых людей мы выгоняем из страны ради пиара? Вместо того, чтобы приручить их талант и направить в благое русло, мы сами, того не замечая, скатываемся в дремучее средневековье. Жестокость, бескультурия и невежество. Вот характеристика нашей современной реальности. Разве мы вправе винить тех людей, кто не справился и пожелал от этой реальности уйти? Наркомания — это следствие наших ошибок, за которые нам давно следовало бы научиться брать ответственность. Безусловно, пусть я повторю слова любого политического деятеля, которых мы ежедневно наблюдаем в голубых экранах. Но проблема наркомании в нашей стране была и остается одной из наиболее актуальных тем. Но я считаю, что пора прекратить освещать ее лишь исключительно в качестве темы для дискуссии, не более того. Перестановка веществ из задних категорий в другие, увеличение сроков и ограничений явно не является тем путем, который выведет страну из этого темного леса. Часть информации в этом ролике встречалась в моих прошлых видео. Я посчитал особенно важным собрать ключевые тезисы в одном месте и рассказать о них еще раз. В первую очередь для тех, кто с нами совсем недавно. Каждый сам вправе решать, как ему жить, куда ходить, что ему есть, что пить и как скрашивать свой досуг. Важно лишь помнить, что вместе с правами приходят и обязанности, а ответственность за себя и своих близких как раз и входит в их круг. И если вы что-то делаете, то делайте это с умом. С вами был профессор Мариарти. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok